Здравствуйте, дорогие друзья! Что ж, у меня закончился мой, так скажем, трудовой день. И выпало немножечко времени посидеть, поразмышлять вместе с вами на некоторые духовные темы, духовные вопросы. А именно сегодня хочу поднять такую тему, как сны. Сны и сновидения. И неоднократно мне задавали такие вопросы, как я отношусь к снам, верю ли я снам, какие сны от Бога, какие не от Бога, ну и так далее. Конечно же, эта сфера в христианстве, я думаю, имеет свое место, имеет некоторое значение. Кто-то очень высоко оценивает сны, кто-то к ним вообще полностью нейтрально относится. Ну, я поделюсь с вами своим мнением и надеюсь, что оно будет вам очень полезным и назидательным. Так вот, сны я рассматриваю, так скажем, в трех проявлениях. Есть три сферы снов, какие вижу я. Первое. Это сны от Бога, когда Господь Бог дает вам сновидения и говорит через сновидения. Ну, к примеру, Библия нам показывает, что Божьи пророки, обычно Бог со своими пророками разговаривал через сны. Также у нас есть библейское обетование, где Бог говорит, что в последние дни Он изольет от Духа Своего, и Божьи люди будут вразумляемы сновидениями. Итак, Бог через сновидения может вразумлять своих слух. Через сновидения может передавать свою волю народу через пророков. К примеру, как это было в Ветхом Завете. В снах Он может назидать, обличать, увещевать, предупреждать, ну и так далее. Итак, это первая сфера, где Бог действует через сон. То есть, сон может иметь пророческое действие. Вот, первая. Вторая, значит, сфера, которую вижу я, это человеческая сфера. Когда сон просто, так скажем, от вашего ума. От суетности вашего ума. Недаром также в Библии говорится о снах. Если кто-то говорит сон, ну, видел сон, то говори его просто как сон. К сожалению, некоторые люди с нам придают слишком большое значение. Они думают, что все сны, которые у них воспроизводятся в голове, все они от Бога. И все они имеют какой-то таинственный смысл, на который нужно иметь там откровение. Я так не считаю. Я считаю, что есть вот эта вторая сфера, так скажем, сновидений. Просто от суетного человеческого ума. И большинство снов, которые, так скажем, в нашей голове происходят, они от суетности, от окружающего нас быта. И практически глупые многие из них. И не имеют абсолютно никакого значения. И третья сфера сновидений, которую я вижу, это демоническая сфера. Так вот, демоническая сфера, это когда действительно дьявол терзает человека во снах. Но, опять же, я думаю, что дьявол имеет доступ к человеку во снах, только если человек ведет, ну, так скажем, нехороший образ жизни. То вот эта демоническая сфера сновидений является таким, знаете, окном, так сказать, для вторжения демонического мира, где человек просто, ну, мучен дьяволом, где он просыпается там в горячке, там, в холодном поту, в ужасе, там, ну и так далее. То есть испытывают те или иные мучения во сне. Я думаю, что вот это уже бесовская сфера. Так вот, как нам, как верующим, относиться к снам? Конечно же, сфера снов в некоторых церквях нанесла даже в некоторой степени в чем-то непоправимый ущерб для церкви. Допустим, я видел таких верующих, ну, к примеру, вот они увидят брата с сигаретой во сне. Вот, к примеру, да, видит там какая-то сестра там брата курящего. И вот она сразу думает, это Бог мне показал, это, значит, у брата там какой-то таинственный грех, надо его обличить, Бог вот показал. И вот на самом деле вот этими вещами они наносят вред. И вот очень часто, зачастую, сны, сны, да, вот когда люди озвучивают буквально все сны, и причем озвучивают их, подключая к имени Бога, там, озвучивают от имени Бога, как откровение, очень часто бывают вредоносными. Ну, вот приведу такой вот простой пример, да, вот мне бывают верующие, пишут сны. Вот, и они думают, что это им Бог сказал. И, к примеру, вот, допустим, один брат, как-то вкратце так расскажу, рассказывает сон, говорит, видел, что вот у меня моя какая-то больница Девятьяровая, где он принимает больных, значит. И этот брат говорит, я типа туда попал, и твой обслуживающий персонал, но твои работники стали за мной гоняться, хотели мне навредить, потом я там за ним гонялся, и вот он говорит, вот, Дух Святой меня послал тебе сказать, что ты должен там в чем-то покаяться, что-то исправить. Ну, вот такая сфера снов, я считаю, ну, когда человек объявляет ее как от Бога, я считаю, ну, наиглупейшей. Вот, и единственное, что я смог ответить человеку, я что говорю теперь, ну, мало ли, каким я там во сне предстал, ну, что мне теперь, покаяться перед тобой, что ли, попросить у тебя прощения за то, что я во сне там за тобой гонялся и хотел тебе навредить. Вот, я считаю, такие сны как раз-таки и приносят вред в братских взаимоотношениях. Вот, поэтому, если вы видите сон, то я думаю, что вы не должны этим сном забивать голову. Я знаю многих христиан, чье настроение меняется каждое утро. Приснился им хороший сон, они там на крыльях летают, приснился плохой сон им, все, они уже потухшие, убитые, они думают, что там Бог их судит через сон. Там увидели, к примеру, сами себя там голыми во сне, допустим, что они там бегут по улице, там голые, там, и все думают, а, Бог показал мне мое состояние, там, и они, короче, там становятся, значит, уже сразу потухшими в вере, там, и так далее. Там или увидят себя, там, что они блудят во сне, и тут же им дьявол начинает голову забивать. Это там Бог вам показывает, что вы там блудники, негодяи, и так далее. И таким образом дьявол, ну, только разрушает людей. Так вот, как я отношусь к таким снам? Ну, вот, к примеру, я вижу брата, там, или сестру, там, во сне, там, в непристойном виде, там, в каком-то блуде, пьющими, курящими, там, сквернословящими, там, или еще что-то. Я лично, я не обращаю на эту сферу таких сновидений свое внимание, потому что я распознаю человека по образу его жизни, не во сне, который я вижу его образ жизни, а по образу жизни его в реальности. То есть, если я вижу и знаю брата своего и свою сестру, знаю их как вменяемых, духовных, правильных, хороших христиан, да, как возрожденных свыше, я знаю их по ихней жизни, делам, поступкам и так далее, то мне все равно, что мне там приснится, там, в каком виде они мне приснятся. То есть, дерево, как Иисус говорит, распознается по его плодам, да, а не по снам. То есть, человека вы определяете не по снам, а по его плодам в реальной жизни. Вот, и поэтому к снам, я думаю, стоит относиться таким вот правильным образом. То есть, если сон в действительности, какой бы он сферы ни касался, да, там, ну, что-то вам там снится, если он действительно от Бога, то я понимаю, что если вы возрожденный человек, знаете в действительности Господа, да, знаете его голос, вы распознаете его волю, слово его, то, конечно же, Бог вам даст и вразумление, да, он даст вам понимание того или иного сна. Я думаю, что не все сны нужно озвучивать в церкви. Не все сны относятся буквально к той сфере, где их нужно там объявлять перед церковью. То есть, есть сны, в которых Бог может в чем-то вразумлять лично вас, и не обязательно этими снами делиться. Если вы заметите, то я практически никогда, даже в принципе я не помню, чтобы я рассказывал свои сны в церкви. Или вот для вас там в интернет выкладывал и говорил, братья и сестры, Бог меня вразумил через сон, дал мне откровение, которое я должен передать вам. Нет, конечно. Я считаю, что церкви нужно проповедовать обетование Божье, а не какие-то свои сны. Потому что, опять же говорю, дьявол часто наносит ущерб христианам через вот эту сферу сновидения. Если же сон от Господа Бога, то у вас будет внутреннее лично для вас вразумление от Господа Бога. Вот так я понимаю эту сферу. Если у вас постоянно мучают какие-то кошмары ночные, или там чередующиеся сны, какие-то там вы испытываете мучения во снах, кому-то дьявол во снах приходит и мучает людей, то, конечно же, я рекомендую, во-первых, посмотреть, может быть, есть в чем-то доступ к дьяволу, что он вас терроризирует таким образом во снах, то тут же нужно это исправить и пресекать дьявола нужно прямо во сне. И во сне человек может изгонять дьявола. У меня было несколько раз, к примеру, когда я даже просыпался от того, что я во сне изгоняю дьявола, призываю имя Иисуса Христа и именем Иисуса его изгоняю. Так что даже во сне вы можете его, в принципе, побеждать. Ну ладно, это такая, так скажем, сфера. Но перед сном, если вас терзают какие-то сновидения, конечно же, перед сном просто молитесь и со спокойным сердцем засыпайте. Не принимайте близко к сердцу, опять же, то, что с вами происходит во сне. Вот. И не нужно вестись на поводу дьявола. Если вы такой христианин, который постоянно, чье духовное состояние зависит от сновидений, ну я считаю, что вам нужно поменять свое отношение, иначе если дьявол имеет доступ в ваших снах к вам, да, то он вас будет просто угнетать. Вы будете просто очень угнетаем дьяволом. Во множестве слов, как и во множестве снов, много суеты, очень много суеты. Поэтому не на всякий сон нужно обращать свое внимание. Опять же говорю, если это от Бога будет, ну Бог вам даст внутреннее вразумление, чисто для вас, а не обязательно, чтобы это знали другие. Но в основном наши сны от суетности нашего, так скажем, ума. От того, о чем ты думаешь целый день, от того, чем ты занят, может быть от каких-то стрессовых ситуаций. Я думаю, что большинство снов имеют чисто психологический характер того, что нас окружает, так скажем, наша бытовая жизнь. Поэтому, в принципе, вот мое мнение относительно снов. Поэтому делайте выводы, принимайте для себя что-то за основу, вот из мною сказанного. Но я думаю, что самое лучшее, что вам стоит принять за основу, это то, что нужно более всего полагать свою веру и строить свои духовные отношения с Богом и свою личную, так скажем, духовную жизнь не на снах, а на откровении Божьего Слова. Потому что именно на откровении Слова стоит Божья Церковь. Стоит Божья Церковь и возрастает Церковь на откровении Сны. Такая очень размытая сфера, с размытыми границами. Поэтому каждый сон нужно четко определять по Писанию. В принципе, то, что я хотел вам сказать и чем хотел поделиться. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если вам полезно мое мнение. Рад вам помочь и послужить. Все. На этом будьте здравы в вере. Спасибо.